1 июня в деревне Волга, Верховье Осташковского округа, стартовал 15-й Волжский крестный ход. В торжественном открытии приняли участие губернатор Игорь Руденя, сенатор Людмила Скаковская, депутат Госдумы Юлия Саранова, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, представители федеральных и региональных ведомств, главы муниципалитетов, семьи бойцов СВО, многодетные семьи и другие почетные гости. В этом году Волжский крестный ход проходил под девизом «Отцовство и материнство – благословенный дар Божий». Его главной святыней стала икона покровителей семьи, любви, верности, многодетности, князя Михаила Тверского и его супруги Анны Кашинской. Важность миссии «Отцовство и материнство» для всех людей отметил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Подобно тому, как прирастает маленький ручье другими истоками и выливается в огромную реку, так и наша жизнь. Мы должны друг друга укреплять, друг друга дополнять, не делиться друг с другом, а дарить этому миру настоящую жизнь и быть сотворцами, сотворившими небо и землю. Неудивительно, что в нынешнем году среди участников Волжского крестного хода было немало многодетных семей. Все они отмечали важность этого события для каждого православного жителя Тверской области. Для меня, как для русского человека, побывать на истоке Великой реки, живя в Тверской области, такого чувства, ну не знаю, любви к родине, патриотизма, на самом деле очень трепетно и волнительно. Стоит отметить, что на торжественном открытии 25-го Большого Волжского крестного хода присутствовали не только жители нашего региона, но и других субъектов России. Среди них делегации из города Бердянск, над которым Тверская область взяла шефство. Непередаваемые впечатления, то есть, ребят, это то место, которое действительно нужно посетить и напитаться душой России. Я думаю, мы находимся, наверное, в центре души, потому что здесь великолепная природа, великолепный воздух и незабываемые ощущения, которые передаются нам природой, внутрь нас. Мы пропитываемся, обязательно принесем частичку вот этой положительной энергии в наш город. Ключевым моментом мероприятия стала божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского женского монастыря, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. После этого он совершил чин малого водоосвещения на истоке Волги. Это мероприятие, которое показывает пример, как можно семьями, с детьми всем побыть вместе, порадоваться и отметить событие, которое дает возможность еще раз оценить то, что для нас дорого, что для нас ценно. Это наши дети, наша семья, наша родина, наше государство. К торжественному открытию Волжского крестного хода была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие московский фольклорный ансамбль «Казачий круг», солист русского народного хора имени Пятницкого Павел Орламов, народный вокальный коллектив «Жар птиц» из Твери. В течение всего дня работала полевая кухня, проводились мастер-классы, гости праздника могли приобрести продукцию ремесленников и монастырей нашей области.